А то говорили, говорили, раз что-то нажали и... Ну, я начала налаживать микрофон, вы же сказали, что громко было. Я думаю, ну, полезу налаживать. Начала настройки нажимать, и сейчас же этот поменялся интерфейс в рулетке. И что-то вот теперь, оказывается, там просто какое-то движение делаешь мышкой, и она соскакивает. Раньше, помните, кнопочка была следующей? То есть надо было ручную нажать, чтобы следующего выбрать. А сейчас ничего не делаешь, раз и свалилось. Уже мне сегодня не один, вот несколько собеседников вот так случайно пролистнули. Просто потому, что там мышкой повела, и бэм, и слетело всё. Пробежала мышка. Мышка. Да. Я видела, вы разговаривали с Женей Царевичем. Вы знаете? Да. И странный товарищ, ну, бог ему судья. Ну, вы просто друг друга не поняли. Он немножечко... Ну, он не знал, видимо, что вы пророссийский блогер. И мы начали там в чате писать, что Женя – это наш человек. Ну, вы знаете, я не позиционирую, честно, себя как вообще про каким-то. Я позиционирую себя... Даже не позиционирую, я являюсь прежде всего промировым, чтобы был мир во всём мире. Чтобы люди жили по закону. Не те люди, у которых только есть деньги и власть. А чтобы все должны жить по закону и иметь одинаковую ответственность перед законом. Ну, в общем, вы за коммунизм. За коммунизм? Это б при коммунизме все были равны. А при капитализме у кого бабки, то ты прав. Как вам бабича? Нет, я не... Кто сильнее, тот и прав. Я не сказал... Кто ты законный устанавливаешь. Я не сказал ни про коммунизм, ни про капитализм. Да, вы не сказали, но вы описали вот это общество счастливое. Это как у нас во время Советского Союза нас учили, что не будет ни тиранов, не будет ни там рабов. Все будут равны. Будет одинаковый закон. Это будет светлое будущее. Вы описали коммунизм. Ну, такого же не существует. Давайте вернёмся в реальную жизнь. Я не сказал, что мы все будем равны. Да, вы не сказали, это коммунизм говорил. Но вы сказали, что равный закон для всех. А это равный закон для всех, только когда все равны. А когда они миллиардеры, а другие никто. То о каком законе? Трамп идет, кого-то изнасиловал. Его оправдали, как писали тетки какие-то. О, он меня там домогался. Раз, все разрулили, все там заделали. Трамп не платит какие-то налоги. Бым-бым-бым, все разрулили, все сделали. Вы попробуйте, кому-нибудь пристаньте. Вы попробуйте не заплатите свои 100 долларов налогов. Что с вами будет? Хотя не так давно, говоря, что у миллионеров все, слышал про такой случай, который лет 5 назад произошел. Где-то в Штатах. Вроде в Калифорнии. Вроде. Ну, как бы от Калифорнии я это точно ожидаю. Значит, был какой-то дядька, американец, такой уже несколько за 55-60, так? Миллиардер, который остановился в каком-то из очень серьезных отелей в Калифорнии. Так? И, соответственно, вызвал себе на ночь, так сказать, девушку с низким социальным статусом. Ответственность. С ответственностью, да. Вот. Но чтобы не произошло, так сказать, аварий, вот, воспользовался средствами защиты. Так. Которые потом выбросил куда-то, куда-нибудь. А через энное время его номер начала прибирать женщина. Ну, вот, латиноамериканка, которая работала, соответственно, в этом отеле. Ага. Так. Заметила это изделие номер два и решила, ну, давай хотя бы попробую. Мне-то терять нечего. Я приехала оттуда, где и двух копеек нету, да и сейчас живу на две копейки. Она воспользовалась этим изделием и тем, что там было. А так. И что вы думаете? Ей несказанно повезло. Но она оказалась в положении. Родила ребёнка и тут же подала в суд на этого дядьку. А у него много-много денег и связей много. А какие у него юристы сидят? Да они тебя заживо съедят и не подавятся. Ну, вот. Сделали все тесты его ребёнок. Самые крутые юристы его защищали. Сказали, что то, что она сделала, это, в принципе, уголовное дело. То есть, ну, это как подстава. То есть, там миллион составов преступлений, что это фрод и прочее, прочее, прочее. У него с ней не было никакой связи. Она не может надеяться на какую-то материальную поддержку, на ещё чего-то. Но по политическим течениям, вот, из-за, ну, Калифорния, я считаю, это концлагерь для мужчин. Ну, законопослушных в Америке. Суд с его адвокатами присудил пофигу. Это твой ребёнок, и ты за него ответственен. Но так как ты миллиардер, она бомж. Ты в месяц отваливаешь такую сумму для содержания этого ребёнка, что даже я в месяц столько не получал. И, наверное, не буду получать. Он подал на апелляцию. А там такие юристы. Да вы, наверное, в лицо таких не видели. Подали в апелляционный суд. Там такие бумаги, на таком языке всё так прописано было. Там не юрист. Целая юридическая фирма была нанята, чтобы защищать. Что вы думаете? И он опять проигрывает. Что значит надо быть в Калифорнии демократом, а не республиканцем? Был бы он демократом, он бы выиграл. А он республиканцем оказался, а она оказалась нелегальной латинкой. И всё. Как вы сказали, политические течения. То есть, два вопроса решает. Деньги и политическая кондикация. Не только влияют деньги. Надо уточнить. Надо ещё сказать, что на какой-то стороне. Если ты на демократической стороне, то твои все суды в Калифорнии тебя поддерживают. Да он вообще может быть ни на какой стороне. Может быть, он как серый кардинал живёт там, зарабатывает бабки и никого не поддерживает. И вот как получается, что ты должен содержать, грубо говоря, не своего ребёнка. В Калифорнии всё должно быть для нелегалов, про нелегалов и всего в поддержку женщин. Ещё бы поменять. Вот если бы он был транс-мужчиной или транс-женщиной, вот это бы, наверное, сыграло бы в его функции. А так, если он обычный мужчина, да ещё если он был белый, ещё если у него есть деньги, то это же, представляете, какой резонанс, что мы обобрали миллиардера и мы дали вот деньги вот этой несчастной женщине, да ещё латиноамериканке. Но это политическое, конечно, можно на этом сыграть. Столько политических очков выиграть, что дальше не надо. Вы понимаете, что в её действиях там целый вот такой учебник составов уголовных преступлений? Ну, конечно, подделка там всего, да, кража материала генетического, там сколько угодно можно накопать, да, что она присвоила чужой материал генетический, использовала в криминальных целях, можно сказать, в целях обогащения, да, то есть куча всего можно сделать, да, фрод, а она и она... Ну, так я вам к тому, что в Америке, вот вам и Америка, вот я вам о чём говорю, что то, что вы описали, хочу мир во всём мире, чтобы все были мирные. Ну, когда такое было на планете? Ну, когда-то было, бывает, чуть спокойнее, когда-то менее спокойнее. Всё-таки я хочу, чтобы было более спокойно, чем менее спокойно. Потому что, говоря словами Трампа, когда его провоцировала одна сволочь из CNN, вот это фейк-дюс, а вот есть там одна такая, которая любит, наверное, её и сберут из-за этого, она говорит, кто хочет, кого вы хотите, чтобы победила, Украина или Россия? Он говорит, «Ваш вопрос неуместен, он некорректен». Она не слышит даже, «Ну, кто вы хотите, чтобы победила, Россия или Украина?» А он очень правильно ответил. Он говорит, «Я хочу, чтобы люди перестали умирать». Какой добрый Трамп. А потом взял и завалил Сулеймани, это самое, грохнул, да, генерала известного. А теперь он говорит, «А чё теряться? У Ирана куча ядерного оружия, всяких разных ядерных там заводов. А чё мы сидим, молчим? Байден слабый президент, да надо давно уже ударить по этим всем ядерным производствам. Такой умирный Трамп, такой добрый, прямо вообще, добрее нету». Вас как зовут? Меня Юля зовут. Юля, меня Павел. Приятно. Юля, смотрите, вот у нас есть определенный выбор. То есть мы не можем вот так вот щелкнуть и сказать, что мы там хотим этого или этого. Тот, кто... Ну, это иллюзия выбора. У нас нет выбора. Они оба... Предположим. Американцев я смотрю, американцы, которые за ним рвали, там 6 января за ним ходили. Отсидели в тюрьмах. Они говорят, что он вообще такой несет в последнее время. Ну, в любом случае, вот у нас есть определенные данности, которые... Так, но все-таки лучше меньшее зло, чем большее. Ну, знаете, если большее зло, оно просто быстрее развалит эту систему коррумпированную. И все. Ой. А Трамп еще будет немножко тянуть, кота за хвост потянет чуть-чуть. Ну, еще просто дольше помучимся. Так бы уже грохнули бы эту всю систему, она бы обвалилась бы, отгрохалась бы. И доллар бы этот уже рухнул бы давным-давно. Уже сколько-нибудь. Юля, я что-то не хочу, чтобы пока что-то грохало. А одеваться некуда. Потому что... Одеваться. У нас нету всего дохода всей страны, чтобы проценты по этому долгу выплачивать. Юль, вы не забывайте, когда что-то падает, всегда эти щепки летят. Ну, естественно. Так уже пацанал пойдет, уже ответится и начнем строить что-то новое. Потому что... Вы знаете, если что-то и снимать, то лучше потихонечку, слоями, чтобы без удара. То есть лучше разбирать на винтику, чем одним большим, настроили схематоз в этом финансах, что доллар-то рушится, понимаете, мировое господство, тут все, это все политика, это все так, это ни о чем. Основное это финансы. Но ни один из них ничего не говорит. Ни Трамп не говорит, как он собирается эту пирамиду финансовую решать, ни Камала. Вот они будут про аборты, вот они про нелегалов, про гаитян, которые кошек едят, да, они про это будут рассказывать. А вы что, едите кошек? Я постоянно. А вы не любите кошек, вы просто не знаете, как их готовить. Если бы вы умели готовить, вы бы любили кошек. Ну, слушайте, во Флориде многие люди любят этих аллигаторов, едят их. Да, а вот в Орлеане тоже, вот в Луизиане, у них там прям только границу Луизианы пересекаешь, там сразу уже эти аллигаторы, ну, рестораны с едой с аллигаторов. Зачем там надо съесть, что еды больше нет у меня. Фу. Или там... Ну, слушайте, как здесь, например, охотятся на этих оленей, а там аллигаторы? Ну, да, так они развелись, эти олени, они на голову уже садятся. Популяция настолько разрастается, что поэтому сезон охоты, чтобы их какой-то немножечко отбивать. Ну, там не все олени там определенного возраста только можно охотить. И там с определенным количеством рогов, ну, этих отростков на рогах. Всех нельзя, только определенных. И определенный вес должен быть у этих оленей, которых можно отстреливать. Потому что популяция просто нереальна. Ты едешь по дороге, они скачут вот так, туда-сюда, туда-сюда, стадами, стадами. У них же хищников нет. Ну, да, поэтому вот люди должны как-то вот в охотничий сезон отстреливать, иначе это просто беда. Они просто оверпопулейтед становятся. Я смотрю, что мясо дорожает. Думаю, может мне тоже начать на оленей охотиться. Ну, если вы любите оленятину, то как вариант. Но только по моему, лицензия на оленя тоже 2000 долларов стоит. Поэтому тут дешевле голову купить. У нас копейки она стоит. Ну, так еще поохотиться, что вы не просто пошли в поля охотиться. Вам надо заплатить человеку, к чьей угодья там имеется. Нет, так без чести, государственные места. На двоих за выходных в октябре 2000 долларов стоит, чтобы вас пустил к себе хозяин поохотиться на... Нет, не на частной собственности, на государственную. Они разрешают на государственных охотиться. Это в каком штате? Ну, не в Техасе, не в Клахоме. А, ну, может быть. Потому что оленя это равно не на олене. На олене там все по закону. У нас очень просто с этим. Там что-то на оленя долларов 30 и все. Это лицензию купить государственную. А чтобы вас пустил к себе хозяин охотиться? Нет, здесь миллионы мест есть, где можно охотиться на государство. Ну, я не знаю. У нас кругом заповедники. Нельзя. Нельзя. Где у вас заповедники? Нет, здесь можно. Все, что государственное, все это national. У нас даже на карте, если смотришь, так и называется game lands. Там огромные леса, где можно охотиться. Разрешают, да? Да, так и называется game lands. Ну, вы какой-то либеральный такой штат. У нас такого не пишут. Нет, наоборот. У нас это деньги. 2000 долларов минимум надо отдать, чтобы на оленях. На кабана там чуть дешевле, а на оленях на двоих, на выкенд на два дня 2000 долларов, чтобы тебя овнер пустил. А папа вообще нельзя. Если бы можно было, кто бы ходил бы, платил бы деньги. Охотьтесь, купите землю, охотьтесь. У меня 52 акра, у меня там оленей миллион. У меня по 7-8 штук к порогу дома приходит по утрам. Я открываю окно, они там их миллион. Но мы их уже не охотим, потому что они как домашние животные. Ну как можно уходить, а оно стоит перед дверью? Ну как? Вы слушайте. Ну как уходишь, а оно как домашние животные, как пэтс вот это, знаете? Вы знаете, мы всегда такие добрые, когда у нас холодильник не ел. Я, кстати, вот у меня друзья живут тоже так подальше от города, в Ленинграде, у них постоянно по территории уходят олени. И мы что-то разговаривали на этот счет. Говорю, послушайте, вот не знаю, говорю, как вы, но я типа добрый и хороший, когда желудок полный. Но говорю, если, например, мне и моим детям кушать нечего, то начихал я и на вас, и на ваших оленей, и всего. Я беру дробовик, и ровно через полчаса вот это мясо уже навертили на костре. И мне ваши интересы, особенно интересы этого оленя, абсолютно бездравличны. Защитникам природы. У нас и кабаны, у нас там эти индейки дикие летают, даже медведи завели. Они привезли популяцию медведей уже несколько лет назад в наших горах. Запустили медведи, они начали расплаживаться, уже так хорошо расплодились. То есть, в принципе, можно на медведя даже уже лицензию взять. Но это, то есть, уже дошло до того, что уже популяцию даже можно охотиться на медведя. Не, я лучше на оленя. Ну, оленя, конечно, лучше. Я к чему тоже землю купила, потому что, если вдруг что, то еда приходит к тебе домой. Ну, это же вообще классно. Своими ногами приходит. Так что, да, акры, лес, живность, это всегда там. То есть, вода скважины, она качается, чистейшая вода из глубины. Вдруг что-то случается, то есть, и ты в горах так подалеку от людей сидишь там себе и выживаешь. Ну, то есть, выжить можно будет. Ну, и запасной вариант, естественно, как бы, у меня там в России строится квартира, как квартира будет готова, то в России тоже можно переехать жить. А вы из какого города? Я из Краснодара. А вы? Красноярский край. Ну, понятно вам подальше. Да, чуть подальше. Да, я вот только была в Краснодаре два месяца назад. Вот, у меня квартира там вовсю строится. Где-то, наверное, в Янбаре в марте должны ключи уже выдать. Ну, надо ремонт. Ремонт. Ну, это на пенсию мы уже смотрим, на пенсию как бы двигаться. Вот, и детей спасать, потому что, если так мало, если придет власти, то скоро пол менять наверное насильно уже будут в школах. Уже ты хочешь, не хочешь, будут детям пол менять. А вы что, не хотите менять? Я вот думаю, на днях пойти записаться. А, точно, вы знаете, вы правы, наверное, если придет Камала, то надо будет записываться, чтобы, ну, к своим, типа, да, придумать, мы типа свои, за своих выходим, выдавать себя, да. Да, я буду как-нибудь там 456 полом, сейчас же любой пол. Ну, да, уже и котом можно, и собакой, кем хочешь, себя ощущать. Вот, если придет Камала к власти, вы как, мне некоторые говорят, мы вообще свалим со стороны, может тут не останемся вообще. Не, пойду, пол поменяем на паркетный. Ну, мы с вами, хай-фай, как говорится, я с вами тогда в очередь пойду, чтобы нас не закрыли где-нибудь, как тех этих, 6 января, поддержка, трамп-суппортеров, да, чтобы нас не закрыли за решеткой в подвале сыром. Пойдем с вами поменяем пол, встанем ЛГБТ, там, собачками, кошечкой. Я скажу, сегодня я кошечка, завтра я собачка, а потом я еще там кто-нибудь. Вот. Ну, было, вы знаете, очень с вами приятно пообщаться, у меня темнеет, я уже побежала, буду, наверное, заканчивать свой стрим на сегодня. Ну, не стрим, а как канал называется? Канал называется Техасцы в России. Я, наверное, вас выложу, потому что у нас такой классный, по-моему, работает. Ну, я вас люблю, заходите на мой канал. А у вас как называется? Хаб стоял сказки полицейского. В нашем канале. Ну, в общем, еще раз назовите, чтобы ребята подписались, мои подписчики, если что. Кап стоялс, слайш, сказки полицейского. Ну, сказки полицейского скорее быстрее найдут, чем по-английски кап стейл, кап стейлс, да, наберут сказки полицейского, и вас, я думаю, что они добудут вас в ютюбе. Будем надеяться. Обычно, на русском языке техасцы в России, вот так вот, просто непонятно, да. Было очень приятно, наш человек. Давайте будем держать руку на пульсе, и когда пойдем менять вместе пол, тогда, если что, запишем. Покупайте плитку и стелите плитку на пол. Да, ну, джендер будем менять. Ладно, счастливо. Всего доброго, спокойного, до свидания, хорошего вечера. Завидно. Наш человек, классный мужчина. Субтитры сделал DimaTorzok